Спасибо, коллеги. Мой доклад последний, но я надеюсь, по времени, но не по важности. Я постараюсь рассказать о том, как все то, о чем говорили сегодня весь день, может быть использовано в медицине. Причем, если мы посмотрим на медицину как на бизнес, если это, конечно, бизнес, то все бизнес-приложения типа контакт-центра, взаимодействия с HR-службой, они, наверное, будут похожи на те примеры, о которых говорили сегодня. Мне бы хотелось углубиться в тему и поговорить о том, как диалоговый интеллект можно использовать непосредственно в медицине, то есть во взаимодействиях врача и пациента. Именно поэтому моя тема будет посвящена двум хайпам – телемедицине, о которой мы уже старательно говорим два года, и об искусственном интеллекту, который только сейчас начинается. Мне всегда довольно трудно представляться, потому что на самом деле я представляю там несколько структур. Я работаю в компании Invitro, о чем я еще скажу. Но кроме того, я еще на общественных началах являюсь директором ассоциации искусственного интеллекта в медицине, поэтому есть всем тем, кому интересны медицинские решения и проекты, готовы рассказывать, общаться, привлекать и так далее. И кроме того, я еще являюсь основателем небольшого телемедицинского стартапа, который называется Телепат. Не потому что мы телепатией занимаемся, а потому что мы делаем телемедицинские решения для пациента, ориентированные именно на взаимодействие врача и пациента. И когда мы говорим о телемедицине, вроде бы хайп идет два года, но телемедицина – дело совсем не новое. Я очень люблю начинать с этой статьи, которая называется «История телемедицины. Первые 150 лет». Но, как мы знаем, телемедицина очень хорошо и уверенно развивалась в космосе. Вообще все новые технологии очень хорошо себя чувствуют в космосе. Ну, потому что в космосе не надо деньги считать, не надо считать клиентов, не надо понимать, как мы это делаем.